В сегодняшней проповеди богатство славного наследия, если более точно, это взято из первой главы послания к Ефесянам, богатство славного наследия его для святых. Вот. И апостол Павел говорил об этом. Мы сегодня зачитаем еще раз это описание. Оно будет служить для нас как ключевое. Мы говорили об этом на прошлом служении для интернет-пользователей. Хочу сказать, что предыдущая проповедь была началом серии проповедей на эту тему. И называлась эта тема «Надежда призвания». Апостол Павел сказал, что мы могли бы познать, в чем состоит надежда призвания, богатство славного наследия его для святых и как безмерно его величие, могущество в нас под действием его державной силы. Я буду читать сейчас пророческое писание. К теме этой проповеди о богатстве славного наследия его для святых я хочу зачитать пророчество. Потом я хочу увидеть, сделать ссылку на исполнение этого пророчества. Ну, мы уже привыкли, что мы исследуем писание именно таким образом. Мы читаем пророчество и обязательно мы ищем исполнение этого пророчества. Тогда мы начинаем понимать суть всего происходящего и Божьего провидения. Итак, книга пророка Исаии, я читаю 65 глава, с 8 и 9 стихи. Так говорит Господь. «Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить». Вы знаете, что имеется в виду, что говорил Господь. Всегда Господь показывал разницу между служащими и неслужащими. Что ожидает славное наследие и что ожидает тех, кто противится и не покоряется истине. Итак, когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят, это Господь так сказал, тогда говорят, не повреди ее, то есть очень аккуратно в ней благословение. И Господь говорит, и произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. Я хотел бы, чтобы мы не забыли на протяжении проповеди, по крайней мере, о чем мы читаем в самом начале. Речь идет о соке в виноградной кисти, в которой есть благословение. Вы помните хорошо эту историю, когда Авраам узнал о том, что его племянник Лот захвачен в плен. Он взял с собой людей, пошел освобождать, освободил. Освободил своего племянника Лота, как говорится, разбил всех своих противников, все, и возвращается с победой. И тогда встречает его Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего. Мы очень часто используем это писание в наших проповедях. И этот Мелхиседек вынес Аврааму хлеб и вино, что является прообразом тела и крови Иисуса Христа. Помните, да, встречу Авраама с Мелхиседеком? Царь Салима, он же священник Бога Всевышнего. И мы впоследствии потом уже очень обширно будем читать из послания апостола Павла. Никто столько не написал о Мелхиседеке, как Павел. Первосвященник по чину Мелхиседека. Это Иисус Христос. И в виноградной кисти, вот этот сок виноградной кисти, благословение. И Бог говорит, от Иакова произведу семя. От Иуды. Иуда это сын Иакова. Вы помните пророчество? Это очень важное пророчество, когда Иаков, теперь уже Израиль, нареченный от Бога, да, таким именем, благословляет своих сыновей, их было 12, и они являются родоначальниками колен Израилевых. Он каждому говорил определенные, как говорится, его будущее, возвещал, пророчествовал. И вот, что он пророчествует, когда говорит об Иуде. Он говорит, Иуда, молодой лев Иуда, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его. Доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Далее он будет говорить, что он в соке, вот в этом виноградном, или в крови виноградной лозы, он моет одежды свои. Вы помните, да? Это все об одном. Речь идет об Иисусе Христе. Конечно же, мы понимаем, когда Израиль говорит Иуде, это пророчество, он говорит об грядущем Мессии. Доколе не придет примиритель, и ему покорность всех народов. Иисус Христос, лев из колена Иудина, который также является агнцем заклонным. Иоанн видит, да, в своем видении, помните, когда один из старцев сказал ему, не плачь. Вот лев из колена Иудина, он победил, и он достоин снять печати и открыть эту книгу. Иоанн говорит, я повернулся, чтобы увидеть, и увидел, вот стоит. Как он видел Иисуса Христа? Он увидел агнца заклонного. Он видел одежды, обогрянные кровью. И везде, сколько мы можем на протяжении всех Писаний встречать, мы видим, все взаимосвязано. Виноградная лоза или виноградное вино и кровь, как бы оно все указывает нам на Иисуса Христа, на Его смерть, на Его страдания, на жертвенность. Без пролития крови не бывает прощения, и завет утвердался только на крови. Но здесь речь вот о чем идет. Господь говорит, от Иакова произведу семя, и от Иуды наследника гор моих. Как вы думаете, наследника, о ком идет речь в единственном числе, о наследнике? Он говорит, и от Иуды произведу наследника гор моих. Не может укрыться гора, стоящая наверху горы, и эта гора будет стоять во главу всех гор. Есть какая-то особенная. Наследник вот этих гор. И именно это та гора, о которой говорится, кто взойдет на гору Господню. Вы знаете это описание, я его напомнил просто. Итак, наследник, кто он? Давайте мы запомним. Здесь речь идет о наследнике гор, и наследуют это избранные мои. Это уже не в единственном числе. Здесь уже речь идет о категории людей, которых Бог называет избранными. И Бог говорит, что они это наследуют, и рабы мои будут жить там. А вот и ссылка, которую я хочу использовать. Мы с вами зачитаем в первой главе в послании апостола Павла к евреям. Мы зачитаем первых два стиха. Давайте будем очень внимательно следить за тем, что здесь написано. «Бог, многократно и многообразно, издревле говоривший отцам в пророках, в последние дни сии говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». В книге пророка Исаия мы прочитали, «Господь говорит от Иуды произведу наследника гор». Иисус Христос лев из колена Иудина от этого семени. И здесь мы зачитали, что «Бог, говорящий издревле отцам в пророках, многократно и многообразно в последние дни говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Речь идет об Иисусе Христе. «Через которого и веки сотворил, ибо им создано все, что на небе и на земле, видимое и невидимое, начальство ли, престолы ли, власти ли, все им и для него создано». Так написано. Я вам зацитировал еще другое место Писания. Итак, вот мы увидели вот такую ссылку. «Наследник, через которого Бог сотворил веки», то есть во Христе Иисусе или через Иисуса Христа. Когда мы приступаем к любым действиям, будь то словом, да, будь то действием, написано «Все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Ну так, и теперь я хотел бы зачитать притчу, которую Иисус Христос рассказал. Одна из моих следующих проповедей, когда мы закончим эту проповедь, будет называться... Ладно, я когда буду проповедовать, тогда и скажу. А то заинтригую вас сейчас наперед, начнете сейчас уже отвлекаться мысленно. Я зачитаю притчу, которую Иисус Христос рассказывает. И попробуйте увидеть в этой притче, кто есть кто. В 21 главе Евангелия от Матфея я читаю с 33 по 43 стихи. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома». Хочу сказать сразу, что здесь речь Иисус Христос ведет не только к ученикам. Вы знаете, что когда Иисус рассказывал притчи, Он говорил ко всему народу, к массам. А когда оставался наедине с учениками, Он им рассказывал значение притчи. Вы помните, да? Так было всегда. Итак, выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома». Который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, Он послал своих слух к виноградарям взять свои плоды. Виноградарей, схватив слух его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал Он других слух, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал Он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник». «Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители? Тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». Я попросил, чтобы мы, читая внимательно это Писание, могли попробовать понять, кто есть кто. Виноградарь, значит, «некто» написано, да? Иисус говорит, что «некто» или «некоторый хозяин дома». Часто Иисус Христос использовал это выражение как «некто». Я думаю, что не только для вас, но и для интернет-пользователей, кто слушает эту проповедь, знакомое Писание, оно в книге пророка Исаии записано, где Бог говорит, «я насадил, я взял отборные виноградные лозы, выкопал колоди, точил, обнес ограду, все сделал, все, а вы принесли мне дикие плоды». Почему? Что сделают? Там Господь говорит, «отниму ограду, сниму защиту, все, придется все в запустение». Такое и есть пророческое Писание. Вот, если захотите, поработайте над этим дома, а захотите, после служения спросите меня, и я скажу, где именно в книге пророка Исаии об этом говорится. Итак, есть некоторый хозяин дома. Он сделал все то, что сделал, выкопал колодец, сточил, обнес ограды, все, и этот виноградник дает виноградарям. По истечении некоторого времени посылает слух. Кто в роли этих слуг, как вы думаете, выступает? Пророки. Говорит, я посылал к вам пророки. Да, мы знаем, правда, пророки. Значит, и что делали с пророками, мы видим, да, с одними так поступали, так, так, так. В итоге игнорировали хозяина, плоды, которые воздавать нужно было ему, не воздавали, и в конце концов мы читаем, да, что он посылает сына своего и говорит, они его увидят и устыдятся. Как вы думаете, в роли сына? Это Иисус Христос. То есть, эту притчу рассказывает Иисус, да, он в притче обрисовывает им ситуацию. Это Иисус. И должны были бы устыдиться Его, но что сказали виноградари? Они составили совет и искали, как Его убить. Да? Так было на протяжении всего времени. Они собирали совещание, имеется в виду вся вот эта Иерусалимская верхушка, собирали совещание, толковали, толковали на своих толковищах, пока в конце концов они не сделали то, что сделали. И написано, что Иисус в притче, вернее, это рассказывает, сказали, это наследник Его. Мы Его убьем. Мы Его убьем и что сделаем? Наследством Его завладеем. Мы убьем. Но подождите, да даже если вы это сделаете, а где логика? Вы убьете наследника. Значит ли, что вы теперь завладеете наследством? Может быть, вы не знаете господина этого виноградника? Наверное, вы не знаете его возможностей, кто он? Наверное, вы не знаете, что он может сделать? Спрашивает Иисус, когда рассказал эту притчу, спрашивает, «Как вы думаете, хозяин, господин, что сделает?» Люди слушающие сказали, «Ну, злых, рабов этих, злых виноградарей предаст смерти, виноградник отдаст другим». Иисус говорит в этой связи, «Слушайте, а разве вы никогда не читали в Писаниях это пророчество? Камень, который отвергли строители, сделался главой угла, это от Господа, и дивно в очах наших». А это пророчество о ком? Тоже об Иисусе Христе. Иисус говорит им как бы в притчах и в то же самое время, насколько сегодня нам кажется, уже настолько открытым текстом, да? Тем не менее, не понимают. Далее Иисус заключил эту притчу такими словами, «Посему сказываю вам, отнимется от вас Царствие Божие дано будет народу, приносящему плоды его». Итак, кто выступает здесь в роли наследника? Иисус Христос. Вот эти три писания, которые я зачитал из книги пророка Исаии, Господь говорит, «От Иуды произведу наследника гор моих, и рабы мои унаследуют, будут жить там, да?» Второе местописание мы зачитали из послания Павла к евреям, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, да? Об Иисусе Христе. И вот Иисус Христос в притче рассказывает вот так, говорит, «Наследник, когда увидели его, сказали, это наследник, мы его убьем и овладеем всем наследством». А Иисус Христос сказал, «Есть Господин, Он отнимет у вас, от вас отнимется Царствие Божие и будет отдано народу, который будет приносить плод». Можем рассматривать все эти три первых писания, которые зачитали, как пророческие. Теперь мы возвращаемся к тексту Писания, который читаем вот уже, ну, по крайней мере, несколько служений, потому что является ключевым текстом Писания для этой обширной темы проповеди. Первая глава послания к Ефесянам, я читаю с 16 по 23 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, что необходимо познать. В чем состоит надежда призвания, это была наша предыдущая проповедь, она так и называлась, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, это наша сегодняшняя тема проповеди и наша следующая тема будет и как безмерно величие могущества Его в нас верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только в всем веке, но и в будущем и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви, которая есть тело Его полнота наполняющего все во всем в третьей главе этого же послания к Ефесянам я читаю со второго стиха как вы слышали о домостроительстве благодати Божией данной мне для вас потому что мне через откровение возвещена тайна о чем я и писал выше кратко то вы читая можете усмотреть мое разумение тайны Христовой которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих как ныне открыта святым апостолом его и пророком духом святым чтобы и язычником быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования которого служителем сделался я подару благодати Божией данной мне действием силы его здесь будет везде пересекаться надежда призвания славное богатство наследия и действия его силы итак он говорит здесь посредством благовествования которого служителем сделался я подару благодати Божией данной мне действием силы его мне наименьшему из всех святых дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем в чем состоит домостроительство тайны сокрывшейся от вечности в Боге создавшем все Иисусом Христом через которого и веки сотворил дабы ныне соделалась известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению которое он исполнил во Христе Иисусе Господи нашим в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него скажите слово сонаследник о чем говорит наследник и сонаследник это те кто тоже присоединились к этому Господь здесь через апостола Павла открывает нам о своей многоразличной благодати о своей премудрости которая не была настолько возвещена предыдущим поколением сколько теперь открыта его святым апостолом и пророком и апостол Павел говорит что я хочу рассказать вам о домостроительстве благодати Божией я хочу вам рассказать мое разумение тайны Христовой он говорит чтобы язычником быть сонаследниками составляющими одно тело Иисус Христос заканчивая притчу о злых виноградарях сказал Царствие Божие отнимется от вас и будет отдано народу который будет приносить плод некогда не народ но ныне народ некогда не помилованный а ныне помилованный мы понимаем о какой категории людей о каких народах идет речь быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками вот эта приставка сонаследники сопричастники мы понимаем и быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе Он говорит, мне наименьшему из всех святых дана такая вот благодать, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, открыть всем тайну этого домостроительства. Колоссянам. Первая глава Колоссянам, я читаю из 24 стиха. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас». Тайна. Слышите, в чем заключается тайна, сокрытая от веков и родов? Да. В чем она заключается? То, что Христос в нас, здесь ответ, конечно. Мы вот прочитали. Мы здесь читаем ответ. Здесь ответ, то есть правильно. Я задаю вопрос, не провокационный. Я задаю вопрос, заведомо знаю, что мы уже сейчас только с вами это прочитали, Писание. Еще раз, давайте обратим внимание, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. В тайне сей, которая есть, эта тайна есть, это Христос в вас. Упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь с силой Его, действующей во мне могущественно. Это будет наша следующая тема проповеди. Как безмерна Его сила, Его могущество в нас. Да, итак, речь идет о богатстве славы для язычников. Апостол Павел говорит. И это тайна, которая была сокрыта от веков и родов. Смотрите, мы зачитали послание апостола Павла и к ефесянам, теперь мы учитаем колоссианам. Я могу еще несколько других мест священного писания привести в, как бы скажем, в эту же копилку, которые говорят об этом же. Но нет необходимости, потому что свидетельство двух или трех, оно уже верно. Правда? И нам будет достаточно, по крайней мере, вот три писания, которые мы уже зачитали именно на этот предмет. О чем говорит Павел? Теперь, давайте зачитаем еще из послания апостола Петра во втором послании, в первой главе. Что пишет Петр? Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равную, равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которым дарованы нам великие, драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. О! Я обещал, что мы с вами сегодня будем читать это Писание, где используется это выражение. В разминке мы рассуждали, что означает слово «естество». Рассуждали? И я говорил, что мы будем читать сегодня такое Писание. Вот теперь, когда мы уже зачитали это Писание, вы вспоминаете, что я нередко в своих проповедях использую это Писание? Что мы являемся причастниками божеского или божественного естества. О чем идет речь, если только мы себе можем представить? Речь идет о Боге как таковом. И в чем, вы видите, проявляется Его естество? Его естество. Он какой? Он святой, праведный, истинный. Как он Аврааму представился? Я – Бог всемогущий. Это Его естество. По природе своей, как говорится, когда говорят «природа Бога», да? Если такое можно использовать, применительно Бога, природа Бога, то говорят «по природе своей Он святой». Но, это не мое выражение, я использую то, что я слышал многократно. Это не является, как бы, скажем, это не я автор такого выражения, чтобы применять к Богу выражение «по природе своей Он такой». Я использую другое. Это я по природе, а я не применяю это к нему. К нему я применяю слово «естество», «сущность». Это Его сущность, это Его естество. Вы меня попросили, чтобы в разминке, чтобы я рассказал немножечко подробнее, а что такое естество. Так вот, я сказал, на примере будем читать. На этом писании я хочу немножечко подзадержаться. Обратите внимание еще раз, как апостол Петр использует, казалось бы, может быть, такой сложный слог. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. О чем речь идет? То есть, что предполагает слово «как»? То есть, «так как», «потому что», и в связи с тем, что от божественной силы Его даровано нам, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, потому что далее Он скажет после этого, «то вы», так как нам дано от божественной силы, далее Он скажет, «то вы». Мы сейчас дойдем до этого. Итак, нам даровано от божественной силы Его, да, все потребное для жизни и благочестия. Ну, слава Господу, что Бог позаботился о нас и предусмотрел обо всем, с чем сопряжена наша жизнь. Он предусмотрел все потребное, все необходимое для нашей жизни и благочестия. Но далее идет речь гораздо глубже, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми, то есть, посредством Его славы и благости, нам дарованы великие и драгоценные обетования, потому что только через эти великие и драгоценные обетования мы соделались причастниками божеского или божественного естества. Теперь, то есть, мы, скажем так, унаследовали вот какую, как говорится, какое происхождение. В Библии апостол Павел это использует в послании к евреям, такое выражение «образ ипостаси». Это тоже, вот это слово «ипостас», мы не используем в повседневной речи это выражение. Не все понимают значение этого слова, да. Я скажу другими словами, как бы я сказал, более доступно, может быть, для нас, если нашим, как говорится, простым языком. Отпечаток его сущности. Образ ипостаси или отпечаток его сущности. Вот смотрите, что такое оттиск? Вот вы берете печать, вы берете печать, и когда вы поставили печать, понимаете, что вы видите здесь? Вы видите здесь оттиск. Печать, вот она в руках. Вы видите здесь оттиск, да, этой печати. То есть вы видите отпечаток. Вы видите отпечаток. Хорошо известная всем нам процедура. Все мы проходили свое это время, когда приходили в такую организацию, которая называется «Иммигрейшн». И что мы там делали? Сдавали отпечатки пальцев. Все помнят? Все знакомы? Отпечатки пальцев. Что вы видели, видите, оставляете? Не пальцы ваши. Остается что? Отпечаток пальцев. И когда Павел там использовал такое выражение «образ ипостаси», то есть отпечаток, Иисус Христос есть отпечаток его сущности. Образ ипостаси, то есть его сущность. Иисус Христос – это есть полнота. Это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Так написано, да? И в нем обитает вся полнота божества телесно. Так написано. Так вот, мы заговорили о том, или вернее апостол Петр говорит, что мы саделались причастниками, вы понимаете слово? Причастниками. Божеского естества. На самом деле, Божье провидение в чем выражалось, в чем заключалось или в чем проявилось. на протяжении пяти дней Бог творил землю, небо, море, сушу, небеса и так далее, да? В шестой день Господь сотворил человека по образу и подобию своему. Этот образ и подобие в результате непослушания Богу, в результате неверия Богу, поскольку дьявол поставил под сомнение слова Бога и этим обольстил Еву. Она ела плод сама, дала Адаму и он ел. И они потеряли. И они потеряли эту сущность. И они потеряли эту сущность. То мы здесь читаем, стали причастниками. Вы понимаете слово? Причастие. Вот эта приставка, которая, да? Вот. Мы стали причастниками. Мы присоединились к телу, чтобы язычники могли присоединиться, стать сонаследниками, стать причастниками. И мы становимся причастниками божеского естества. Вы представляете, какое славное богатство, какое славное богатство, наследие его для святых. Что предусматривает о нас Бог? Он изначально видел нас. Потому что Бог сочетаться может только с категорией подобной себе. Поэтому сотворил человека по образу и подобию своему. И если он является царь царствующих, то он соделал нас царями. И если он является первосвященником, то нас он соделал священниками. Мы знаем это Писание. И соделал нас царями и священниками Богу. И мы будем царствовать с ним. Не без него. Ни в коем случае. Нам не нужно никакое наследие без него. Кто мне на небе? Я и на земле без него ничего не хочу. Он смысл жизни нашей. Он цель нашей жизни. Слава Иисусу Христу. Итак, мы увидели вот что. Соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И возвращаюсь. Как от божественной силы нам даровано, то вы, прилагая, поскольку нам все это даровано, и мы стали причастниками божеского естества, то прилагая ко всему все старание, то есть к тому, что уже теперь есть, что мы унаследовали в Боге, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия. В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мы не потеряли название темы проповеди «Богатство славного наследия». Как вы думаете, это о чем-то говорит, что мы стали причастниками божеского естества? Ну, ответственность – это естественно, то есть это сопряжено с ответственностью, это нас дисциплинирует. О чем это говорит? Скажите «О, Господи, да вот бы ты, знаешь, или дал бы ты что-нибудь вот такое вот реальное в жизни сегодня, что я могу осизать, что я могу потрогать. Вот сейчас бы, Господи, понимаете, может, скажи, тебе компенсировать отсутствие или причастие к божественной природе, причастие к его божескому естеству, может ли тебе, скажем, компенсировать шикарный автомобиль, прекрасный дом, хорошая зарплата, хорошая работа? Вот если перед тобой выбор есть. Снова и снова Господь явится. Ну, скажем, как в свое время явился к Соломону и сказал, «Проси, что бы ты хотел, что тебе дать? О, Господи, подожди, сейчас соберусь с мыслями, подумаю, список составлю. Господи, можно завтра отвечу?» Потому что прям сразу так вот растерялся и не знаю. И тут уже целый список составил. Господи, дай это, благослови в том, усмотри вот это, разреши здесь, помоги вот тут и так далее. Вот составил целый список, Господь вот. Кажется, ничего не упустил. Соломон так не поступил. Он не попросил другого времени. Он сказал, «Господи, даруй мне мудрость управлять этим великим народом. Ты предусмотрел для меня это. И я унаследовал от отца моего Давида раба твоего». Вот такое наследие. «Дай же мне мудрости управлять этим народом». Понравилось Господу. Вы знаете, не попросил ни богатства, ни славы, ни душ врагов своих. И Господь сказал, «Соломон, ты не попросил всего вот этого, не попросил, что свойственно, как говорится, что естественно в природе человеческой, ты не попросил этого. Я дам тебе мудрости, равных нет и не будет по мудрости тебе, не будет. Но и всего того, что ты не попросил, это богатство, это славы, это души врагов твоих, я дам тебе». Так сказал Господь? Вы представляете, что значит угодить Господу? И тогда, когда Соломон это сказал, это правда было. Представьте себя сейчас на месте Соломона. Или представьте себя на месте Елисея. Вот его учитель сейчас, и все это уже знают, не только Илия знает, и не только Елисей, даже сыны пророческие знают об этом, что Господь хочет восхитить Илию. Все пророки и все тоже идут и наблюдают. Они хотят об этом сказать Елисею, и Елисея говорит, знаю, знаю. Знаю, поэтому не отступай, вот иду. И вот они перешли уже через Иордан, все, дальше уже идти не надо. Сейчас Илия понимает, сейчас произойдет то, что произойдет и говорит ему как бы на прощание, скажи, Елисей, что я мог бы для тебя сделать, прежде чем Господь восхитит сейчас меня? Что я мог бы сделать для тебя? Вы помните, да, их разговор. Знаете, о чем, чего пожелал Елисей? Ну, так глядя на него, посмотреть, что он у нее, пропотевшая вот эта вот милость, пропотевшая вот эта вот его одежда, его вот эти вот макасы, которые там протерты до дыр, залатанные, зашиты. Ну, или вот этот посох, который был у него в руке. Вот. Ну, в общем-то, круто, как говорится, наследовать все это. И знаете, что Елисей говорит? Дух, который на тебе, пусть пребудет на мне вдвойне. Илья говорит, ну, ты попросил, конечно, очень трудного, возможного, но трудного. Если ты увидишь, как это произойдет, как Господь возьмет меня, если увидишь, то это случится с тобой. И явился в вихрь огня и колесница огненная и кони огненные. И Илья был восхищен от земли в вихрь огня и умчался. И опочил на Елисеи Дух Божий. Опочил на Елисеи. Теперь представь себя, я рассказал вот эти две как бы ситуации гораздо больше. Представь себе, что это Господь является к тебе и спрашивает, что бы ты захотел. Господи, а что ты можешь мне предложить? Ну, предложение вот таких. Вот здесь. Стать причастником божеского естества. А вот здесь богатство, слава, крутая машина, шикарный дом, мебель, оргтехника и многое, многое, многое еще другое. Бизнес свой такой преуспевающий. Что ты выберешь? Человек должен будет сделать выбор. Приоритет. Какой из этого ты для себя обозначишь как приоритет? Ну, Давид, мы знаем, он сказал, что кто мне на небе, я и на земле без тебя ничего не хочу. То есть, Давид, понятно, ты выбираешь вот это. Ты выбираешь первое. Ты выбираешь стать причастником божеского естества. Соломон, ты выбираешь вот это, да, Елисей, а ты что выбираешь? Духа почил на мне. Ага. Значит, все остальное, все остальное, что ты не выбрал, Господь сказал, даст. А разве Иисус не говорил, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам. Поставьте всегда на виду вот такую ситуацию, что вы можете оказаться на месте Соломона, что это вас Господь спрашивает, или как в случае с Елисеем и Ильей. То в этой связи мы прилагаем все старание для меня становится понятным. Боже, Тебя знать это уже великое счастье и богатство. Но Бог говорит, Он не ограничивает нас только тем, что мы можем Его знать. Вы знаете, что если ты хочешь похвалиться, Господь говорит, хвалящийся, хвалить тем, что знает Бога, что знаете меня, сказал Господь, да? Более того, Он соделал нас причастниками Его божественного естества. Вы представляете, о Боже, а я губки дую постоянно и брови хмурю, если что-то не стыкуется, если что-то не получилось, и обиды, и где Бог, и как бы тебе трудно не происходило, даже тогда, когда тебе кажется, что у тебя земля уходит из-под ног и все обстоятельства против тебя, если тебе кажется, что ты уже уничижен и размазан по мысли о претерпевшем, об Иисусе Христе, и подумай, каким образом, посредством чего ты стал причастником божеского естества, потому что это стало возможным только посредством крови и тела Христа. Когда виноградную лозу берете, кисть виноградную вернее, Бог говорит, говорите, очень осторожно в ней благословение, в ней благословение. Когда прикасаешься к святому, очень осторожно, очень благоговейно и очень трепетно в нем благословение, кровь Христа, великая святыня, Бог упрекнул через пророка Малахию тех, кто должны были стоять, как стражи на стенах. Он сказал им. Те, кого он называл виноградарями в свое время, он упрекнул их. И они говорят, в чем ты, типа, хочешь упрекнуть нас? А говорит, в том, что вы говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Было такое пренебрежение, к сожалению. Это может проявляться и сегодня. Я нередко об этом говорю. Почему говорю об этом нередко? Я не хочу никого упрекать. Я хочу возбудить, как Писание говорит, чистый смысл, чтобы мы могли и понимать, знать, есть то, что свято. Есть то, что свято. И когда человек переступит через то, что свято, он переступит через все остальное. Он через все переступит, если он переступит через то, что свято. Для нас все то, что Бог обозначил, свято, это свято. Если Господь сказал, это святыня, это не обсуждается. Это святыня. Почему? Бог сказал, это святыня. И кто-то будет говорить, да где там это в Ветхом Завете, в Новом? Слушай. А Бог, скажи, Бог, который был в Ветхом Завете, он в Новом Завете тот же Бог? А то, что он назвал святыней, оно имеет экспайр? У него есть, как говорится, срок, у него есть экспорейшн у святыни? Нет. Нету. Это не экспайр. Там не поставил экспорейшн. Когда Господь давал рукой Моисея закон, он сказал, здесь будет экспорейшн. До какого времени? До времени явления семени, о котором мы читаем здесь, да? Господь сказал, воздвигнет это семя Иисуса Христа. Но то, что называется, то, что Бог нарек святыня, оно не имеет срока годности, давности. Оно свято. И оно будет свято всегда. И если его Бог нарек святыней, для нас это свято. Все очень просто. Бог богатой милостью, говорит об этом апостол Павел Ефесянам во 2 главе. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо вы благодатью спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Апостол Павел, так красиво ты сказал, но дело вот в чем. Ты говоришь о том, чтобы это явить в веках грядущих. Вот ты говоришь о преизобильном богатстве благодати, но ты говоришь об этом в перспективе. Ты говоришь о грядущих веках. И как часто я слышу от людей, но я живу сегодня. Люди говорят, так а я живу же сегодня. Я сегодня сталкиваюсь с различными проблемами. Ах, апостол Павел, так хорошо ты сказал. Перспективу, как говорится, ты нарисовал очень хорошую, это правда. Но я живу сегодня, как часто говорят люди. Но вы знаете, что говорил Господь. Несчастный, несчастный из несчастных. Знаете, кто? Тот, кто только в этой жизни надеется на него, которому нужен Бог только для этой жизни. Это несчастный из несчастных. Может быть, апостол Павел, ты немножечко обрисуешь нам о богатстве славного наследия для святых, что-то связанное, сопряженное с сегодняшним днем? Может быть. Давайте для этого мы еще почитаем Писание. Послушайте, говорит апостол Иаков. Братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его? Тоже в перспективе быть наследниками Божьего царства. Помните, как закончил Иисус притчу о злых виноградарях? Он сказал, отнимется наследство в царстве Божьем и отдастся народу, который будет приносить плод. Ага, Господи. И ты, Иаков, тоже туда же. Ты тоже говоришь о перспективах. Ты тоже говоришь о будущем. Ты тоже говоришь о будущем. Слушай, но ты уже являешься таковым. Ты уже являешься таковым. У тебя есть удостоверение. Написано, Господь подал удостоверение. У тебя есть удостоверение, что ты являешься причастником Божьего. Господь соделал тебя. Оно внутри нас. Как я могу об этом узнать? Об этом удостоверении? Покажи мне его удостоверение. Справку бы какую-нибудь такую. И штамп желательно. Оттиск. Павел говорит в послании кремлинам в 8 главе. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли духа усыновления. О, это не о перспективе, это говорит о реальности. Это говорит о естестве, сегодняшнем нашем с вами естестве, которое мы унаследовали или причастниками которого мы стали. Вы приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Не потом, а теперь. О, мы хотели бы узнать не о перспективе, а о том, что сейчас. Так вот. Сей самый дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. Причем не потом, а теперь. А, если дети, то и наследники. Наследники Божьи. Санаследники же Христу. О чем речь идет в последнем? Санаследники Христу. О, мы прочитали первое пророческое Писание. Господь говорит, произведу семя от Иакова, от Иуды наследника гор моих. Рабы мои будут наследовать это и жить на этой горе. Итак, речь там в пророческом Писании о наследнике, которым является Христос. Наследник, через которого и веки сотворил. Господь говорит. Которого садил наследником всего, через которого и веки сотворил Иисус Христос. В притче о виноградарях злых рассказал нам о наследнике, которого убили, вывели из виноградника и убили. Так вот, речь идет о том, что стали санаследники же Христу. Вы понимаете, санаследники? То есть, если Аврааму Бог дает обетование, то написано, что Авраам, Исаак и Иаков санаследники того же обетования, то мы с вами являемся санаследники Христа. То есть, что Христу предназначено, то предназначено нам. Поэтому садило у нас причастниками божеского естества. Санаследники же Христу. Если, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. О, когда люди мне говорят, я живу не потом, а сейчас. Вот она перспектива. Господь соделал нас санаследниками Христу. Аллилуйя. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Аллилуйя, ура. Но здесь есть запятая, после чего говорится, если только. Вы знаете, сколько раз в Слове Божьем в Библии обусловлено. Когда Господь говорит об обетованиях, о чем бы Он ни говорил, через запятую или через слово «если». Помните? 1889 раз. Два. 89. 89. То есть, ты говоришь 689 раз. Так, Писание. Да, 1689, правильно. 1689 раз. 1689 раз, когда Бог о чем-то обещал, говорил, в Библии встречается, слово «если». Это много или мало? Это много. Это много. Может быть, кто-нибудь через интернет-служение впервые об этом узнал? Имейте в виду. Да, сей самый Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. А если дети сыны, сыны-сонаследники Христу. Аллилуйя. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, при том, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, наследник. И нас соделал причастниками Божеского естества. Итак, кого предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. О, а кто Он? Образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой тварей. И кого Бог предузнал, тем Он предопределил быть подобным образу Сына Своего. Дабы Он был Сын первородный между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас, скажи, тебе о чем-то это говорит, мы речь ведем сегодня о богатстве славного наследия Его, для святых. Когда Он говорил Аврааму, я Бог всемогущий, это значит, что все проблемы, твои враги автоматически будут моими врагами, если кто-то против тебя посягнет. Благословляющих тебя буду благословлять, и злословящих тебя, говорит Бог, прокляну. Говорил такой Господь? Говорил. Так вот, смотрите, о чем здесь речь идет? Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? А Он не просто за нас, а Христос вас. Это тайна, которая была сократа. Это тайна, Христос вас. Он говорил, вцелюсь вас, буду ходить в вас. Итак, если Христос за вас или за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. К чему это, Павел, сейчас сказал? А потому, что Он воскрес, наше оправдание. То есть, кто нас может обвинить? Бог нас оправдывает. Кто нас может осудить? Христос за нас умер, но Он же и воскрес. Он и одесну и Бога, Он и ходатайствует за нас. В первом послании Петра я читаю в первой главе мы близимся к заключению проповеди сегодняшней. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время, не в грядущих веках. Друзья, слышите? Не в грядущих веках, в последнем, то есть в грядущем времени. Грядущие века это вечность. Когда Павел или Петр говорят о грядущих веках, предполагается вечность. Здесь речь идет о наследстве нетленном, чистом, неувидаемом, хранящемся на небесах для нас силой, позже через веру, соблюдаемых ко спасению, которая готова открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите и которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченной преславной, достигая наконец верой вашей спасения душ. К всему-то спасению и относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследовая на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Господь Бог по великой Своей милости возродивший нас. Вы понимаете выражение возродил? То есть в свое время, когда Господь сотворил Адама и этот образ был утрачен, мы говорим, что Бог во Христе Иисусе возродил. Возродил это, как бы, скажем, реанимировал, вернул, вернул к тому же самому образу и подобию, соделав нас причастниками божеского естества. И нас мертвых по преступлениям оживотворил, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, наследству хранящемуся на небесах и готовому открыться в последнее время, подчеркиваю, не в грядущих веках, а в последнее время, готовые открыться. Многие люди, уподобляясь Саулу, не дождутся этого. У кого-то не хватает терпения, кто-то опустил руки. Друзья, но это случится по определению Божьему. Но и в этом есть проведение Божье. Бог определил этому открыться в последнее время. И ... открыться в последнее время. Спасибо. 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 Продолжение следует...